Недавно мы тестировали топовую гарнитуру HyperX Cloud Revolver, а сегодня у нас еще одна новинка, причем куда более доступная. Дроун стоит около 4000 рублей и предлагает как достойный звук, так и удобное управление. Давайте посмотрим, как она выглядит. Комплект поставки простой. Коробка, удлинитель и сама гарнитура. Конструкция классическая. Коромысло, выдвигающиеся дуги, большие чашечки и поворотный микрофон. Материалы, гладкий пластик, кожзам и ткань. Что касается сборки, ее не назовешь образцовой, но если не колоть наушниками орехи, прожить они должны долго. Коромысло довольно тугое, ход у чашечек небольшой, но проблем с посадкой мы тоже не заметили. Гарнитура уверенно сидит на голове, полностью обхватывает уши и нигде не давит. Плюс у нее очень хорошая звукоизоляция, из-за этого ушам бывает жарко, но зато вас действительно никто не слышит. Понравилось нам и внимание к деталям. На правой чашечке есть регулятор громкости, а микрофон работает по принципу опустил-включил, поднял-выключил. Ну и, конечно, грамотно сделан кабель. Для телефонов, планшетов и PlayStation 4 есть метровый провод с четырехконтактным джеком, а для компьютера двухметровый удлинитель с парой стандартных разъемов. Ну а теперь о самом главном. За звук отвечает пара сорокамиллиметровых динамиков. Сопротивление у них всего 24 Ома, справится даже обычный телефон. Качество? На высоте. Наушники тяготеют к нижней середине и не всегда справляются с верхами, но это заметно только в классической музыке. Аналогично с фильмами и играми, гарнитура смачно отыгрывает как эффекты, так и голоса героев. Что касается позиционирования, то, если придушить басы и музыку в игре, можно услышать даже с какой стороны только что перезарядили автомат. К микрофону нареканий нет, не фонит и голос передает как есть. Подводя итог, HyperX Drone – идеальная гарнитура начального уровня. В минусах у нее только простые материалы. В плюсах – отличный звук, качественный микрофон и удобное управление. На наш вкус – хороший вариант для 4000 рублей.